здравствуйте друзья у нас такие тревожные там на канале отклики люди заверли в ожидании неожиданности и вот что что там будет какие нынче тенденции новые в американском иммиграционном процессе законодательстве практике и так далее и все это связано с тем что вчера сегодня у нас четверг да все четверг а вчера в среду президент трамп подписал два таких декрета здесь это называется executive order два декрета которые направлены вот на ну как бы так или иначе на иммиграционные дела один из декретов связан с со стеной вдоль мексиканской границы что тоже в общем то связано с иммиграцией потому что всякие там депортации и так далее имеет смысл только тогда когда в страну трудно проникнуть а когда в страну как бы но депортировали и снова пришел пойти это немножко усложняет процессы делает бессмысленным его в значительной степени есть люди которых там по 15 раз депортировали они снова тут такое тоже бывает поэтому вопрос стены как бы важный но я так понимаю что не не стена беспокоит тех кто смотрит наш канал а на те меры которые принимаются в отношении иммигрантов имигрантов беженцев и вот вот этих всех дел но давайте мы немножко поговорим единственно что я хочу сказать что это как бы пока что пока что мы имеем некоторые некий такой протокол о намерениях то есть вот некоторая декларация такая сделана а дальше эта декларация должна реализоваться в практических каких-то мерах шагах и так далее и и тут вот очень много неясного потому что например если брать стену да то но деньги же нужны сегодня вообще до абсурда дошло потому что в понедельник там или во вторник я уже не помню должны были встречаться трамп и президент мексики и а президента мексики критиковали у него рейтинг очень сильно упал после того как он встречался с трампом во время избирательной кампании в сша и он ему как бы не сказал четко громко во всеуслышание там искать не потом и не сказал нет мы за стену не платим и так далее а трап как бы так намекался вот мы это потом разберемся да еще сюда а потом трамп приехал в сша чуть ли не тот же день и сказала они будут платить и то есть он как бы его знаете как обманули дурака на четыре кулака он просто воспользовался вот и знаете я такой может быть не совсем кошерный такой анекдот расскажу как шел заяц по лесу и я извиняюсь заяц был весь в дерьме и его спрашивает там какая-то зверушка там встречная гидзайц гид а что что случилось он где ты понимаешь где шел на встречу медведь и медведь говорит скажи ведь косой ты часом не линяешь он ведь нет ты кто-то его использовал вместо туалетной бумажки давайте и вот трамп его этого мексиканского президента вот так именно и использовал во время избирательной кампании что тот оказался весь в дерьме поскольку не линял и сейчас он жестче сейчас он как бы ну тоже он он повязан очень многими вещами но трамп сказал да тут сейчас дискуссия последние вот эти пару дней особенно вот после вчерашнего когда там этот декрет там о стене и он хорошо мексика будет платить и что может быть мы сначала ну ну наверное мы сначала возьмем деньги из нашего бюджета но дальше мексика заплатит мы найдем как с нее взять банки и в мексике шло большое обсуждение ехать ли вообще этому президенту встречаться с трампом или послать его нафиг но те которые говорили пусть едет говорили пусть он едет и твердо скажет на весь мир там что мы к этому забору отношениями и платить не будем но а тут встреча вообще отменилась потому что трамп как человек но как бы сказать любящий себя в искусстве а не искусство в себе да для него все начинается и заканчивается на себе и он вдруг так вот возьми и скажи что если он не собирается платить то пусть и вообще не приезжает понимаете вот такой вот слон как бы в магазине тонкого фарфора политических отношений в общем да а денег-то нету то есть что значит заплатить за стену а кто платит а из какого бюджета где взять эти деньги шана одолженные строить вот как кстати надо сказать что после вот этого дела как объявили про стену начали расти акции компаний производящих строительные материалы потому что построить стенку в 2000 миль то есть там 3200 километров до по простому значит это не простая задача нужно будет много материалов по американским оценкам пишут что где-то там от 8 там до может быть там 15 миллиардов она может стоить всякие там эксперты не знаю разные люди специалисты вот такие как бы публикующиеся говорят что это будет от 15 до 25 миллиардов и скорее всего ничего там такого уже прямо такой стены там уже не получится все равно будут дроны где-то летать а где-то будет там не знаю патрули будут ездить но вряд ли вот так вот уже прям вот так посмотрим посмотрим очень такая вот ситуация то есть я к чему говорю что протокол о намерениях подписан вот стоит дерево на дереве до повесили табличку будем сносить но когда сносить а что сносить а что как вот как неизвестно это неизвестность она как бы поддерживает напряженность она создает напряженность и это то что вот наши зрители до испытывают но напишут люди что напряженность неопределенность подвешенность это как бы стиль трампа то есть все что он делает она как бы в конечном счете она начинается и заканчивается на его взбрыках на его характере на его всплесках на чем-то таком то есть он в общем не ограничивает себя какими-то условностями вот есть он и это как бы он а все остальное это условность вот поэтому так она и дальше так будет говорят люди что вот так все будет висеть непонятно и республиканские лидеры в конгрессе тоже очень недовольны вот этой историей когда он начал вдруг там кричать что сейчас комиссию назначит разбираться с нарушениями в иммигры в голосовании что вот там у него украли 5 миллионов голосов за счет нелегалов там и так далее так далее и уходит внимание понимаете от вопросов связанных здесь это с повесткой дня которую хотелось бы им провести да то есть это рабочие места это дорогие рабочие места кстати кто будет строить забор непонятно людей людей то нет на такой проект ну неважно это рабочие места это из мексики наймут это вопросы безопасности это иммиграционная реформа и это то где сенаторы и конгрессмены свои очки получают и так сказать ну получают выборы голосовых избирателей на следующий срок там и так далее и это то что он у них крадет забрав у них вообще все внимание на себя там какая там на хрена миграция забор вот он вот есть он и по количеству а перепостов и ссылок а тема того что выборы неправильно происходили у него украли 5 миллионов голосов эта тема в два в три в четыре раза перепосты превышают вот все остальное то есть скандальная часть вот это вот дебильная она уводит людей от серьезных вопросов которые надо было бы обсуждать в обществе и тогда вот такая реальность такая реальность так что да у кого скрепы а у кого вот тут свои дела скелеты там по шкафам значит из того что более-менее как бы можно сказать находится в пределах наших интересов один из вот этих вот декретов говорит что дает команду значит департамент министерство это вот homeland security department of homeland security нанять пять тысяч как сказать ну пограничников так скажем да то есть border patrol agent и нанять десять тысяч иммиграционных офицеров потому что у нас уже вы вы может быть знаете полмиллиона заявлений на политического убежища и их год годами разбирают значит нанять десять тысяч человек это не просто нанять их надо найти их надо подготовить они не не просто так вот их раз поставил и все но в общем то я считаю что это мера неплохая потому что позволяет сократить очереди никому эти очереди не нужны я прекрасно помню как еще там три-четыре года назад за две-три недели все решалось две-три недели бах и все да а тут вот такие лос-анджелес там по четыре года вот эта часть важная дальше там идет такой разговор значит соединенные штаты имеют квоту на прием беженцев но квота в том смысле чтобы не превышать там сто тысяч с маленькой копеечкой ну грубо сто тысяч сто тысяч беженцев в год и это я честно сказать не не уверен что политического убежища и беженцы в одной квоте вот тут тут я совсем не уверен это надо кого-то спросить кто знает но идея в общем что в прошлом в позапрошлом году приняли 70 тысяч беженцев в прошлом году приняли 82 82 по моему до тысячи беженцев как раз вот добавились 12 с половиной тысяч серии беженцев из сирии и трамп значит говорит что мы ограничиваем мы сокращаем эту квоту до 50 тысяч то есть мы и соображение безопасности в стране значит вот это не попытка сэкономить на чем-то нет на самом деле я не уверен насчет безопасности то что как вам сказать львиная доля людей которые вот там идут это не люди там непосредственно из из сон конфликтов таких вот как там допустим где терроризм большой и так далее у нас очень много из гватемалы там из гондураса и сальвадора то есть вот вот оттуда очень много людей если мы посмотрим на количество петиций поданных о предоставлении политического убежища там мексика три процента это вообще вот рядом тут три процента мексика а так больше вот сальвадор гватемала вот туда поэтому я честно сказать не знаю как это связано с безопасностью наверное из какие-то у них свои соображения но идея в том чтобы не брать людей из зон конфликтов беженцев поскольку есть риск внедрения туда агентуры как бы террористической что там еще было насчет депортации установлен такой приоритетный список как в каком приоритете значит надо людей депортировать из страны в частности есть такая практика когда человека арестовывают а возможности депортации нет вот прямо вот сейчас его как-то вот и вот их выпускают пока на время они потом исчезают значит там была команда дана значит построить лагеря где их держать вот пока там в общем не разберутся то есть не выпускать тех кого задержали такие детеншин центры что еще на 120 дней по моему там хотели сделать мораторий на прием беженцев в принципе и еще раз вот не было прописано идет ли речь о том чтобы впускать в страну беженцев или это включает также подачу заявлений на политическое убежище со стороны тех кто уже в стране я думаю что это самое может быть в практическом плане существенная часть вот того что беспокоит наших зрителей мне так кажется я не знаю они не сказали конкретно может быть это общее беспокойство но из того что относится вот к тем кто нас смотрит и поскольку есть много народу которые планируют приехать там потом подать на политику и так далее значит речь шла о том чтобы вот этот вот мораторий принять там 120 на 120 дней но опять нет уверенности что он в своей своей властью может это сделать то есть каким-то образом вот это вот намерение должно было бы реализоваться в какие-то такие документы к исполнению и вот этого пока нет поэтому мы следим да то есть смотрим пресса пишет тем более иммиграция это один из ключевых вопросов вот этой реформы на наведение порядка с иммиграцией поэтому но посмотрим а политично политические вот эти вот политическое убежище и беженство в целом это не вопрос как бы имя то есть это под под иммиграции но это не то что вот деньги пытаются сэкономить или там рабочие места это в значительной степени вопрос безопасности подается так подается так вот хотя безусловно на на рабочие места это тоже влияет но как я уже много раз говорил у нас в общем в общем то более менее занятость нормально не то что вот полно безработных стране в этом смысле нам опять вот час предлагают альтернативные факты безусловно вот эту статистику как они считают количество безработных стране эта статистика постоянно подвигается критике вот тех не посчитали этих не посчитали еще кого-то не посчитали это подвергается критике со стороны не не то чтобы вот либералов а таких я бы сказал очумелых либералов очумелых за ними иногда повторяют люди которые казалось бы адекватные но не разбираются вот значит как бы в тонкостях процесса любой процесс подсчета и тех кто работает или тех кто не работает безусловно имеет какие-то недостатки тут вопросов нет вы можете взять например сколько в стране бездомных и вот тут мне как-то сказали что санта санта крус каунте 3000 бездомных где-то они там прячутся я не знаю там по лесам 3000 бездомных давайте бездомных возьмем мы посчитаем как безработных ну ну чё же не посчитать они же не работают вопрос там нужна ли им работа можно ли их реально поставить там доверить им какую-то работу и так далее с учетом того что они психически может быть не все здоровы и так далее ну то есть по всякого можно считать вот поэтому часть предлагается альтернативные какие-то суждения которые покажут что у нас черт на интерн 25 процентов стороне безработных там ну я не знаю в общем крик о том что надо создавать рабочие места очень сомнительный и как сказать конечно люди которые вот там на среднем западе вот голосовали неожиданно за трампа сейчас вот хотя голоса голосовали обычно за демократов эти люди хотят рабочих мест где платят хорошо понимаете вот хорошо оплачиваемые рабочие места да а вот такие места как там я не знаю забор строить ну конечно там и бульдозеристы экскаваторщики тогда есть квалифицированная рабсила так в общем но и квалифицированная рабсила заняты строительство они тоже так просто не ходит у нас в общем сейчас стройка хорошо стоит не знаю в общем так такая вот история значит я вас поздравляю вступлением с вступлением в мир неопределенности так что наша шахматная партия теперь будет играться так сказать с подвешенными фигурами да был такой стиль боба 2 никого так играл когда чемпионом стал тоже так вот это почему все висит год стиль такой вот так вот так вот играет вот у нас теперь такой ботвинник и не хочется обидеть шахматиста я только только в положительном смысле вот а у нас теперь свой шахматист в посудные лавки мы будем просматривать послеживать и я конечно мог бы например срочно там позвонить я не знаю светлане кав искать светлана что у нас там я я знаю просто ответ она она скажет а пока неизвестно вот никто не знает все только гадают вот как получен какие-то инструкции значит будем знать ну вот будем будем ждать инструкции так я бы так сказал давайте я может быть эту тему завершу так чтоб нам не сказали что мы прячемся от народа я от народа не прячусь вот пожалуйста хочу еще сказать что через несколько часов сейчас 10 утра четверг 10 утра в 3 часа дня у нас будет прямая линия с парижем и ям полонский полянский будет нам рассказывать о своей жизни это человек который ведет ну live journal значит и вконтакте и на ю тубе вот это вот пора валить такое движение как бы пора валить и и я хотел вас познакомить самим я нам раз с тем что чем он занимается 2 потому что я считаю что это абсолютно бесценный ресурс я с большим удовольствием читал вот то что мне удалось почитать и вот мы сегодня с ним встретимся если у вас вопросы есть можете здесь написать в комментариях если до 3 часов появится я нашего времени ближайшие там пять часов появится то я ему несомненно задам ваши вопросы так такая вот история и тоже все это об иммиграции и он существенные ресурсы такие создал для иммиграции в самые разные страны частности в европу так что в общем хорошо знать альтернативы счастливы друзья и до скорых встреч на так сказать поприще изменений в иммиграционной политике соединенных штатов и остальные темы тоже у нас никто не отнимал